Парни, девчонки, всем привет! В этот воскресный день мы обсудим такую актуальную тему, которая касается каждого водителя, кто ездит на автоматической коробке передач, а именно замена масла в коробке. В данном видеоролике вы увидите самую простую частичную замену масла. В качестве подобного будет использоваться моя шестерка. Но ни в коем случае не смотрим на то, что это Мазда. Это касается абсолютно любого автомобиля на автоматической коробке передач. Данную процедуру я выполнял у официального дилера. Кто-то из зрителей канала наверняка спросит, а почему у официального дилера? Ведь ты как-то рассказывал о том, что у тебя есть толковый слесарь, который все это сможет запросто сделать. Да, это действительно так. Слесарь есть, но на последнем обслуживании на 60 тысячах я принял решение, что 100% буду частично менять масло в коробке. Я его сразу же купил. И вот вы представляете, сегодня у машины 75 тысяч пробег. Я вчера сделал полностью обслуживание, но сегодня речь идет только о замене масла в коробке. Так вот, на протяжении 15 тысяч я к нему звоню, записываюсь, и у нас постоянно то он занят, то у него очень много работы, то у него окно, то еще одно, второе, третье, пятое, десятое. Времени уже ждать не было. Отправляться к какому-то непроверенному человеку, несмотря на то, что это в принципе несложно, я не стал, я поехал к официальному дилеру. Сегодня 21 мая, воскресенье. Все эти процедуры я выполнял вчера, поэтому давайте переместимся на день назад и посмотрим, как это все происходило. Итак, мы находимся на станции технического обслуживания, где мы сейчас произведем частичную замену масла в коробке. Это самый простой способ, как это, собственно, происходит. Вот у нас идет сливная пробочка, мы ее раскручиваем, отсюда польется масло, мы его собираем, смотрим, сколько вытекло, на основании этого мы заливаем точно такой же литраж. Ну, условно, это будет 4 литра там с чем-то, столько же мы и зальем. Заливаем это через мерный щуп, после чего мы заводим автомобиль, прогреваем его до 60 градусов, гоняем селектор по передачам, то есть Д, Н, Р, вперед-назад, все. После этого смотрим уровень масла и можно отправляться дальше. Конечно же, я вам покажу, какое будет масло сейчас в коробке, какое будет, собственно, новое масло. Это самый простой способ. Есть более детальный способ, когда мы уже снимаем защитный поддон, здесь 16 болтов, вот мы их откручиваем, отсюда будет еще сливаться масло. И, в принципе, то же самое, там находится фильтр. Фильтр сам по себе идет пластиковый, его можно либо заменить, либо его можно просто-напросто помыть. Эту процедуру многие люди даже делают самостоятельно. Здесь, конечно же, друзья, надо понимать, если руки прямые и сам ты по себе умеешь, у тебя есть гаражик, у тебя есть ямка, и ты, в принципе, с этим уже сталкивался, умеешь работать, тогда можно брать. Но вся ответственность ложится полностью на тебя. В моем случае, за счет того, что я это делаю у дилера, как бы ответственность лежит, получается, на них. Тоже свой небольшой плюс. Там есть некие нюансы. Когда вы будете его снимать, вот эти болты, они, по сути, идут одноразовые. То есть, их проще купить новые, либо же будешь их очищать, потому что они находятся в герметике. Заливая новое масло, когда ты делаешь его, ну, ставишь обратно, ты по периметру проходишь герметиком. Застывает он примерно в течение часа, ну, час-полтора. Некоторые люди, конечно же, перестраховываются и оставляют машину вообще аж на ночь. Что здесь нужно не пропустить, скажем так? Чтобы, когда вы это сделаете, не было никаких подтеков по периметру, чтобы все было полностью сухое. Очень важно хорошо обезжирить поддон, потому что, если в этот момент пропустите, может очень плохо приклеиться, а вот потом будет у вас, ну, мягко говоря, беда. И третий вариант, это самый сложный, когда масло меняется полностью, то есть, есть специальный аппарат, который под давлением его прогоняет, таким образом у вас прям польет совершенно новое масло, чистое. Этот вариант лучше делать, например, изначально, то есть, вы купили новый автомобиль, условно, на 45 тысячах вы первый раз заменили частичное масло, на, там, 75 тысяч вы еще раз заменили частичное масло, а на 105 тысячах вы уже делаете полную замену. Если же вы покупаете бэушный автомобиль, на котором ни разу не менялось масло, то здесь вообще люди говорят, если пробег больше 150 тысяч, лезть на полную замену вообще чревато последствиями, потому что никто вам не даст гарантию, как это вообще потом коробка себя поведет. Вот люди, например, говорят, то, что вообще может быть вплоть до того, что она у вас встанет. Поэтому, если вы берете бэушный автомобиль, лучше делать частичную замену, но можно это сделать несколько раз. Ну, условно, вы поменяли масло, слили, залили, проехали, которые в 150-200, приехали, еще раз слили, залили. То есть таким образом вы как бы масло мешаете старое с новым, и оно становится с каждым разом все чище и чище. Это, я считаю, идеальный вариант без лишнего вмешательства. Это вкратце вся теория, поэтому от слов мы переходим к делу. Сейчас мы всю процедуру проведем. Ничего здесь сложного нет, но все вам покажем, а вы уже оцените состояние масла в коробке. Напоминаю, автомобиль 2015 года, 75 тысяч пробега. Приступаем. Я не буду делать поспешных выводов. Сейчас вот цвет масла вы видите сами. Мы сейчас просто-напросто зальем новое масло и поставим две этих корзиночки рядом, и вы все сами оцените. Много вообще кто меняет в коробке, или я первый, наверное, у вас? Нет, не первый. Приезжаю, да? Со скольки начинает менять? По-разному. Ну, как минешь, 60, да? Вот, собственно, уже чуть-чуть идет. Слилось примерно три, четыреста, три с половиной литра. У нас на всякий случай приведено пять литров масла. Собственно, все закручиваем. Сейчас нальем в чистую колбу новое масло и покажем. Вот у нас, получается, идет старое масло. Специально вам подсвечу, чтобы получше прям было вот, черное оно. По запаху, Гарри запаха вообще не присутствует. И вот у нас новое масло. Оцените цвет. А сейчас мы ставим два масла рядом. Ну, я думаю, здесь ничего не нужно говорить. 75 тысяч, конечно, в идеале даже вообще надо было на 60 тысяч княти, как мне, собственно, все многие советовали, то, что 60 тысяч надо ехать. Поэтому, если у тебя пробег 60 тысяч, ты знаешь уже, что, собственно, нужно делать. Сейчас мы проведем, смотрите, еще простой эксперимент. Вот оно у нас, сделан лист старое масло, где и где справа новое. Просто на белом листе бумаги это лучше отображает состояние масла. А это вот идет у нас старое масло. Состояние налицо. Одно, как слеза младенца, а второе, как не пойми, что. Дальше процесс сейчас будет простой. Мы сейчас заливаем свежее масло через щуп. Давайте посмотрим, как это все будет происходить. Итак, все, машину мы опустили. Процесс следующий. Теперь мы раскручиваем два вот этих болта, снимаем, поднимаем и получаем доступ к щупу на коробку. Обратите внимание, что шланчик снимается, вот этот фильтр мы убираем. как видите, делается это все быстро. И вот теперь у нас есть доступ непосредственно к щупу в коробке. Щуп тоже идет с болтом, поэтому мы его тоже откручиваем. Ну вот он, собственно, спрятался от нас. Проделав такую процедуру, вы, в принципе, сами можете увидеть состояние масла у вас сейчас. Начинаем процесс по заливке масла. Сначала мы вставляем, естественно, воронку со шлангом. Прямо непосредственно в то самое отверстие, откуда мы вытащили щуп. Ну и, соответственно, начинаем заливать наше новое масло. Вон какое зелененькое. Масло в коробку всегда имеет такой характерный зеленый цвет. Масло лью, естественно, оригинальное. Никакие эксперименты из серии, там, покупать аналогичное масло другого производителя, но которое, по сути, одно и то же, я не делаю, так как если у официального дилера литр масла стоит 1150 рублей, я его купил за 900 рублей, то сэкономить можно еще рублей 100. Но я считаю, что это уже перебор. Мы заводим автомобиль, прогреваем его до 60 градусов и будем уже смотреть уровень масла. Компьютер, как из гаража Доминика Торетто. Самое дорогое здесь вот этот блок Мазды, который, собственно, соединяет автомобиль через него с компьютером. И здесь можно все посмотреть, включая пробег настоящий, ну и, в общем, всю историю автомобиля, все ошибки, и где-то что-то даже потереть. Но потереть так, то, что чисто пробег, невозможно, потому что он пишется еще на блоке. Вот, если только блоки полностью менять. Хотя, наверняка, есть умельцы, которые из блоков уже подтирают. Тем временем, 53 градуса. Вот, смотрите, вот у нас идет щуп. Указана температура 50. Вот видите, квадратик такой посередине стоит. Вот масло должно быть по уровню этого квадратика. Не выше, не ниже. То есть, если оно по уровню квадратика, это означает, то есть, тютелька в тютельку. Так, ну что, делаем контрольный замер. Пускаем щуп. И смотрим, собственно, уровень масла. Как вы видите, он как раз у нас находится на уровне квадратика. Таким образом, мы процедуру подводим к концу. Масло в коробке мы сейчас освежили. На 105 тысячах я уже буду ее полностью менять, то есть, вместе с фильтром. Сейчас машина может бегать запросто дальше. Ничего критичного с ней уже точно не случится. Итак, мы возвращаемся обратно. И сейчас время подводить некие итоги. Друзья, давайте по порядку еще раз пробежимся на всякий случай. Первый способ, которым воспользовался я, это самый простой, это частичная замена масла. Его рекомендую делать всем тем, у кого машина новая. То есть, ты купил автомобиль и уже можно начинать с 45 тысяч, но если тебе прям не сидится, не имется, ты хочешь что-нибудь с машиной сделать. Не забывайте про замечательную поговорку «Кашу маслом не испортишь». Поэтому на 45 тысяч заменить масло в коробке частично, да, немного его освежить. Хуже не будет точно. Но в тот же момент это можно делать начиная с 60 тысяч километров. Исходя из моего опыта, то, что на 75 тысячах я освежил масло, я сделаю следующим образом. Теперь на 105 тысячах я приеду к дилеру, повторю эту процедуру еще раз. И уже на 140 ориентировочно я буду менять полностью, снимать поддон, чистить фильтр. Кстати, в видео я сказал, что фильтр идет пластикой. Это было сказано со слов следствия. Возможно, я ошибаюсь, либо он ошибается. Но мне почему-то кажется, что он сам всем металлический. Кто знает, кто точно уверен, напишите, пожалуйста, из чего материал мне просто. Это действительно интересно. Снимать же поддон сегодня нет никакой необходимости. Это не только мое мнение. Это мнение всех слесарей. Я также, прежде чем менять масло в коробке, консультировался, общался, исходя из того, что машина новая, но относительно уже, да, никакого смысла в этом нет. Лезть туда, куда все работает исправно, тоже не надо. Важно понимать всем тем, кто покупает автомобиль на вторичном рынке с пробегом больше 120 тысяч километров и до вас владелец никогда не заморачивался по этому поводу, ни частично, вообще никак ничего не менял. Вы должны понимать то, что снимать и полностью менять масло в коробке, прогонять, это чревато последствиями. Это нужно учитывать. Всем, кому интересно, и кто с этим действительно может столкнуться, изучите этот вопрос досконально. А теперь давайте поговорим о ценах. Ну, первое. Частичная замена у официального дилера Мазды стоила 8 тысяч рублей. Это стандартная цена без различного рода скидок. Мне, естественно, сделали скидочку и самое важное то, что я приехал со своим Маздом, на чем я тоже неплохо сэкономил. Что бы вы не думали о том, что это реклама, то, что я пиарил своего дилеру, который я покупал, обслуживаю автомобиль, я не буду никаких ссылок оставлять в описании. Кому действительно надо, кто хочет у него проделать ту же самую процедуру, либо хочет сделать техническое обслуживание со скидкой, я могу в этом помочь условно. Почему? Они смотрят, естественно, им интересно, чтобы вы к ним приходили. Я говорю, ну как я буду отправлять людей? Если я буду звонить и говорить каждому, вот, идите к вам, это будет самая откровенная реклама, согласись. Но в тот же момент я выбиваю из них скидки. Я прошу то, что если человек приходит, по моей рекомендации, ну дайте ему лучшие условия, чем-то его угостить, не знаю, что-то ему подарите. То есть, ну пойдите на встречу, проявите себя. Обещаю то, что всем будут проявлять некую лояльность, будут идти на встречу. Поэтому, пацаны, кому надо, действительно, кто моздовод, обращайтесь, помогу, чем смогу. Также вы сможете оставить свой комментарий, ну мало ли, что-то не понравится. Мы, естественно, снимем про это видео и также про них расскажем. Здесь никаких тайн нет. Сменили ракурс, дует сильный ветер. Смотрите, я отдал 900 рублей за литр вот такого масла. Это оригинальное масло. Все, можете сами прочитать, посмотреть, сколько в интернете. Ну мало ли, найдете дешевле. Далее, нужна обязательно сливная такая прокладочка для пробки. Она стоит копейки, там 50-100 рублей, где как найдете. Ну и, собственно, заработать. Заработать с меня взяли полторы тысячи рублей. Торговался, как обычно, просил, там, клянчил, все скинули. Все, в общем, обошлось по цене. Ну все сложите, сами посчитать, там, примерно 6 тысяч рублей. Вот такие дела. Друзья, как и обещал, стараюсь быть активным, видосик за видосиком, мы стараемся работать, тоже подбираем интересные темы, сами писали, сами предлагали, говорили то, что будешь менять масло в коробке, с ними процесс, расскажи, поделись своим мнением, своими наблюдениями. Вот, собственно, все это и произошло. Далее, неделю не потерял зря. 13 дилеров Мазды по Москве есть всех, обзвонил на наличие скидок. Вы помните, начинали вести проект небольшой по скидкам на автомобили. Так вот, предлагаю вам в ближайшее время ознакомить вас со всеми реальными скидками на автомобили. И сюда, смотрите, хочу забежать немного наперед. Вы все знаете, что многие автоблогеры сейчас пиарят сайт Автоспот, который идет по подбору автомобилей. Так вот, я заходил на этот сайт, пытался там тоже посмотреть скидки. В итоге, это будет не реклама. Мы сделаем отдельный ролик. Я вам покажу реальные плюсы и минусы этого сайта. О чем многие умалчивают. То есть, это будет, знаете, некое такое документальное расследование. Все, кто подписан на инстаграм-канал, об этом уже, в принципе, немного в курсе, потому что я закидывал удочку, мы ее там уже обсуждали. Все сделаем. Сейчас детально, качественно готовлюсь, так как на ошибок, там вариантов нет, сами понимаете, процесс серьезный. Нужно сделать все по-честному, все грамотно рассказать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. В ближайшее время у нас будет аж целых три интересных ролика. Вы посмотрите, оцените и выскажите свое мнение. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.